Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети». Здравствуйте, ребята! Привет! Сегодня у нас с вами финал, а это значит, что буквально через несколько минут мы узнаем, кто станет победителем этих наших четырех соревновательных дней. Итак, пока лидирует Никита, у него 40 фишек и у Стины 33 фишки. Сразу скажу, что в нашем соревновании проигравших не бывает, потому что, ребята, самое главное в вашей жизни – это безопасность вас и тех, кто рядом с вами находится. Ну, а сейчас я предлагаю приступить, наконец, к нашим испытаниям. Согласны? Да. На протяжении трех дней мы с вами говорили о тех ситуациях, которые могут представлять опасность для жизни человека. Я думаю, что уже очень много полезного вы узнали за эти дни. Узнали много чего новенького? Да. Да. Что ж, для того, чтобы узнать, какая тема нашего сегодняшнего соревновательного дня, я предлагаю послушать вам загадку и отгадать. Отгадка и будет темой нашего сегодняшнего соревнования. У меня отличный слух, умный взгляд и тонкий нюх. Сразу лезу с кошкой в драку, потому что я… Собака. Верно. Правильно отгадали. Правильно, ребята. Сегодня речь пойдет именно о собаках. Существует огромное количество различных пород собак. От самых маленьких до больших бойцовых служебных собак. Никита, Устина. Очень часто люди заводят собак для своего удовольствия, для временного пребывания в компании человека. А потом собака оказывается на улице, и, как вы знаете, такие собаки, бродячие, никому не нужные на улице, могут представлять для людей, для нас очень большую опасность. Это очень важно знать, но о правилах поведения при встрече с бродячей собакой мы поговорим с вами чуть позже. А сейчас я предлагаю уже приступить к нашему первому испытанию. Суть его такова, ребят. Я буду читать вам стихотворение, а вам, пока я буду читать стихотворение, необходимо будет выполнить целых три задачи. Во-первых, сосчитать количество пород собак, которые я буду читать. Затем, второе, назвать эти породы. За каждый, кстати, правильный ответ, если удастся сосчитать, сколько пород, вы получите две фишки. Если назовете породы одну фишку, и за скорость тоже фишка. Поскольку финал, а вы соперники серьезные, такой не из легких, не из простых, поэтому я разрешаю вам, знаете, потому что пород собак очень много, чтобы как-то их запомнить, сосчитать, вы можете себе делать небольшие пометки. Подходите каждый к своей доске, будете делать пометки, не обязательно все слово писать, потому что это достаточно долго. Можете что-то коротко себе пометить, чтобы успеть зафиксировать максимальное количество. Итак, я начинаю читать. Расскажу в своей игре, что я видел во дворе. Дядя Гога вел бульдога, тетя Клава волкодава, вел Валера Фокстерьера, а Тамара Сенбернара. Мчался к люди черный пудель, на большом ремне у Марка громко лаяла овчарка. Ни за что вам не удастся всех собак пересчитать и породы их назвать. Не подглядывая друг у друга, напишите одну цифру, вот сколько собак, сколько собак было, я перечисляла в процессе чтения стихотворения. Только не подсматриваем. Просто цифру, одну цифру написали мне и отошли, чтобы я видела. Сколько у тебя, Устин? Шесть. Правильно, шесть. Действительно, шесть пород я назвала. Ну а теперь давайте мы с вами попытаемся назвать эти самые породы. Так, ответили вы правильно, поэтому за этот ответ я каждому из вас потом в конце дам по две фишки. А теперь давайте называть. Итак, кто начнет первым называть породы? Не я. Так, значит, определим методом жеребьевки. Кто же начнет первым? Называйте правую или левую, выбирайте. Никита, ты какую руку выбираешь? Правую. Ты начнешь. Итак, Никита, давай, первая порода от тебя. Что прозвучало в стихотворении? Кто был? Бульдог. Хорошо, был такой. Устина, ты вторую называй. Овчарка. Овчарка тоже была. Пудель был, правильный, Пудель был. Устин, кто еще был? Пустин, припомнишь еще кого-нибудь? Припомнишь? Нет. Нет? Так, не вспомню. Ну, ничего, ребята. Хорошо, давайте-ка идемте ко мне, будем фишки получать. Итак, ребята, самую первую задачу вы выполнили вдвоем, справились. Это нужно было назвать количеством пород, которые прозвучали в стихотворении. За этот ответ я обещала вам по две фишки. Выполняю обещание, по две. Далее, Никите удалось вспомнить две породы собак, поэтому две фишки держи. А Устина вспомнила, а Устина вспомнила одну, получает одну фишку. Ну, давайте я, чтобы вы еще раз вспомнили, назову, какие еще были породы собак. Еще был волкодав, фокстерьеры, синбернар. Итак, первый конкурс позади. Сколько фишек заработал Никита? Скажем мне. Четыре. И Устина? Три. Три. Хорошо. Ребята, сейчас нам с вами предстоит четвертая, последняя встреча с нашим доктором, с детским доктором Артемом Витальевичем. Он уже с нами на связи. Внимание на экран. Ребята, привет! Мы снова с вами встретились. И я очень рад этому. Часто бывает такое, что, играя на улице, мы видим пробегающую мимо собачку и хотим ее покормить чем-нибудь или погладить ее. Но далеко не все собачки добрые и милые. И сейчас я бы хотел, чтобы вы ответили мне на вопрос. А что нужно делать, если вдруг такая злая собачка укусит вас? Надо сказать взрослым и обработать рану. Потому что собака может быть заражена чем-то. И, например, там чумоль какой-нибудь. И к вам это переходит, и человек заболевает. То есть надо обработать рану. Если вы чувствуете уже что-то с вами не так, сразу к доктору. Так, хорошо. Никита Усиношка, ты что хотела сказать? А если взрослых поблизости нет, то позвонить в скорую помощь. По номеру? 103. Умничка. Слушаем доктора. Дорогие ребята, есть несколько правил, которые вы обязательно должны знать. Если вдруг вас укусила собака, немедленно идите домой. Дома следует промыть рану теплой водой с мылом. Это разрушает вирусы и бактерии, которые могут попасть в ваш организм вместе со слюной животного. Далее необходимо обработать рану йодом, зеленкой, марганцовкой или перекисью водорода. Сегодня, как только придете домой, попросите родителей показать вам, где находятся эти лекарства. А после этого надо перебинтовать рану. Рассказать о том, что случилось взрослым и сразу ехать к врачу. А на сегодня это все. Я желаю вам удачи и, конечно же, победы. Ребята, у нас осталось всего лишь одно испытание. Но фишки перед его началом мы считать не будем. Хотя бы потому, что в этом как раз-таки последнем конкурсе у вас есть возможность заработать еще очень много фишек. За каждый правильный ответ я вам буду давать три фишки. А суть этого конкурса заключается в том, что я буду вам задавать вопросы, а вам необходимо будет отвечать на эти вопросы. Если ответ будет неполным и соперник будет дополнять, то придется своими фишками поделиться. Ясно? Да. Никита, первый вопрос твой. Что нельзя делать при получении ожога? Нельзя прикладывать лед. Молодец. Первое. Второе. Нельзя смазывать ожог маслом или мазями. Мазями тоже нельзя. Так, хорошо. Еще что нельзя делать? Если вдруг там образовался на месте ожога волдырь. Его нельзя ковырять. Правильно. Ни в коем случае нельзя. Потому что можно занести что? Инфекцию. Правильно. Молодец. Все назвал. А поэтому ты получаешь три фишки за свой правильный ответ и полный ответ. Молодец. 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 Все вспомнил. Молодец. 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 Ну что, ребята, все мои задания, все мои загадки вы разгадали, все выполнили. Максимальное количество фишек вы заработали. Остается нам посчитать, сколько же сегодня заработали, а потом вывести общую сумму за четыре игровых дня. Считаем. Девять. Десять. Так, вот сегодня практически равное количество вам фишек пыталось заработать. Устина девять, Никита десять, но мы должны сосчитать, сколько по итогам четырех игровых дней вы заработали. Итак, у Устины было тридцать три. Тридцать три. Сегодня заработала девять. Итого сорок две фишки. А у Никиты было сорок, сегодня десять, итого пятьдесят. А посему, ребята, победителем нашей игры становится Никита. Главный приз он выиграл. Но я же вам говорила, что у нас, ребята, проигравших не бывает, потому что самое главное в нашей жизни это безопасность. А вы после наших передач о безопасности, я думаю, знаете уже намного больше. Согласны? Да. Поэтому вы вдвоем победили. И вдвоем, как я обещала, получаете подарки. А подарки у нас здесь, вот рядышком, недалеко, и я вам их вручаю. Это тебе, Устинышка. Поздравляем вас. И тебя, Никита, с победой поздравляем. А я хочу попрощаться с нашими маленькими телезрителями. Встретимся с вами уже совсем-совсем скоро. Будем ждать к нам новых участников. А место встречи остается прежним. Это наша страна безопасности. До встречи. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!